Приветствую вас и в вопросах такого плана очень важную роль играет образ человека, который у вас есть. И вполне возможно, что этот образ девушки, которую вы любите до сих пор, связан с тем, что вы слишком ее идеализируете. То есть, вы не видите реального человека, вы видите только свой образ. И этот образ, он, конечно же, во всех отношениях прекрасен. И она окажется вам идеальной, и вы, наверное, себя видите, что разошлись с ней. Но давайте для начала просто подумаем, почему вы вообще-то, говорят, не расстались, что послужило причиной. Отойдем, как бы, от ваших образов в реальный мир. И посмотрим, что послужило причиной разрыва. Какие-то нагласия не давали вам сохранить отношения. Это первый момент. Уверен, если вы, как следует, вспомните, почему вы разошлись, и почему не сошлись вновь. Несмотря на то, что у вас чувства есть к ней, вы немножечко сбавите уровень своего чувства к этой девушке. Далее, нужно сделать следующее. Как бы, образ сам по себе, он не уйдет. Раз ваши отношения остались незаконченными, а они действительно остались незаконченными, вам нужно вернуться в своем воображении, в те отношения, и заново пережить их. Пережить разрыв с ней. Заново перерасмыслить опыт, который вы получили после разрыва с ней. И вот таким образом отношения завершить. И если по завершению отношений вы все равно будете испытывать чувства к этой девушке, тогда вам с ней нужно встретиться. Встретиться, чтобы посмотреть на реального человека. И понять. А, собственно, соответствует ли реальный человек тому образу, который вы сами себе нарисовали? И если да, то эти чувства необходимо, опять-таки, переотмыслить. И понять. А вообще-то говоря, они реальны или иллюзорны? Если же реальный человек совсем не такой, то вы сами поймёте, что просто обманываю себя. Образ ищенит, и вы смоете жить дальше. Если же, и человек окажется таким, как вы его себе сейчас представляете, и чувства у вас к нему останутся, и стремление быть с ним не ищет, то тогда, конечно, можно говорить о том, что вы свою жену, своего ребёнка счастливыми сделать не сможете. И, конечно же, при благоприятных условиях со стороны того человека, вы можете попробовать быть вместе, предварительно разведясь с супругой. Позволив и себе жить дальше, и ей жить дальше. Конечно, будет тяжело, но это лучше, чем вы как бы через силу с ней. Дело в том, что женщина очень чувствует, как к ним относятся, если ваша жена подозревает, что вы думаете о другой, то, поверьте, я ей от этого не очень-то хорошо. Я от этого далеко не прекрасный, и несчастлива живёт. Наоборот, она ощущает себя недостаточно привлекательной, недостаточно желанной, и так далее. И вы спросите себя, вы хотите такого, такой жизни, такого будущего для своей супруги? Она достойна этого? Думаю, что нет. И поэтому вам необходимо приводить все усилия для того, чтобы для начала подтвердить истинность ваших чувств к этому человеку, а во-вторых, собственно говоря, понять, можете ли вы сейчас быть вместе с ним. Если можете, будьте. А своей жене дайте возможность жить своей жизнью, жить своей судьбой, чтобы она нашла того человека, который бы любил её, думал о ней, и посвящал свою жизнь только ей. Это, по крайней мере, будет справедливо. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если делаете его лучшим. Субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok,